то есть когда вы берете препарат вы обязательно должны понимать и знать какому классу какому разряду препаратов относятся тот или иной хорошо интегрирующим в ткани либо плохо интегрирующий для чего это надо смотрите плохо интегрирующий препарат сканин он при введении вот вы его ввели вектором он вас практически вот так точнее вашем пациенте практически вот так и будет располагаться то есть он не будет расходиться в стороны так то есть он не будет диффунтировать вот особо в межклеточном пространстве вот он практически будет такой же колбосятин к их месте введения и сохраняться а хорошо интегрирующих тканях препарат если вы его вы видите вот этой вектором колбаской то он начнет распределяться равномерно равномерно в пределах например жирового пакета одного жирового компакта и он прекрасно будет интегрировать ткань каждый препарат до того или иного класса имеет свои плюсы и свои минусы минусы препаратов плохо интегрирующих в чем в том что большой риск визуализации препарата вот эту колбасу ведете и она будет вот такой контурировать эффект тиндаля эффект тиндаля если кто-то не знает записывайте смотрите по фамилии автора тиндаль эффект тиндаля эффект тиндаля будут давать практически всегда только плохо интегрирующие препараты потому что хорошо интегрирующим распределиться и не даст этого эффекта эффект тиндаля это голубоватое свечение над местом введенного препарата плохо интегрирующие чаще всего плохо интегрирующие препараты у нас сегодня в конце дня будут веселые картинки с осложнениями я вам покажу то есть это голубоватое свечение особенно проявляется эффект тиндаля когда когда холодное время года вот осень наступает и все пошли синенькими усиками с синенькими подглазками на со слезными бороздами все это светится прекрасно